А вот мира на Донбассе нет. И эта неделя на фронте стала без преувеличения трагической. 10 октября погибли сразу трое украинских бойцов. Самой младшей из них, Олесе Баклановой, было всего 19. Миссия ОБСЕ за минувшую неделю насчитала 6,5 тысяч нарушений режима прекращения огня. Обстрелы на фронте не утихают ни на день. Наш военкор Руслан Смещук побывал в одной из самых горячих точек на Донбассе, в поселке Крымское. Как на линии огня живут люди? Смотрите в его материале. До войны Крымское с окружающим миром соединяли три асфальтные дороги. Сейчас они простреливаются и закрыты для гражданского транспорта. А попасть в поселок можно по таким вот грунтовкам, которые появились уже после начала боевых действий и являются относительно безопасными. Относительно безопасной можно назвать и жизнь в самом поселке. Крымское постоянно фигурирует во фронтовых сводках, как самая горячая точка на карте военного Донбасса. Поселок расположен вдоль Северского Донца и с трех сторон окружен линией фронта. До позиций боевиков тут всего пару километров, поэтому окраины Крымского изрыты воронками от снарядов и мин. Дом Василия Павловича как раз на окраине. На его дворе коллекция осколков новых и старых. В последний раз прилетала на прошлой неделе. Это результат артап стрела. А вот эту пулеметную пулю Василий Павлович нашел на огороде сегодня. Что в Крымском людей пугает в первую очередь и настороженность вызывает во всех. Это не когда стреляют, а когда прекращают стрелять. Когда наступает затища, несколько дней, неделя, две, это психологически очень тяжело. Василий Павлович ведет нас на огород. Большинство жителей Крымского, их тут осталось несколько сотен человек, живут тем, что выращивают на таких вот приусадебных участках. Также помогает Красный Крест, ООН и волонтеры. С работой вообще в Крымском очень плохо. Сейчас в поселке два маленьких фермерских хозяйства, три магазина и школа, совмещенная с детсадом. Такие себе элементы довоенной нормальной жизни, особенно школа. Детей нету, что будет дальше? Ну что будет дальше? Умрет в село, конечно. Дети ж это радость. Детей нету, все. Бабушки у нас выходят на улицу, смотрят там, сидят на лавочках, радуются. А вот идут детки, уже и бабушкам веселее. Школа в Крымском построена еще в царское время и полторы сотни лет. С толстыми, как в крепости, стенами. А вот это уже нынешние военные элементы архитектуры. Все окна в школе усилены многослойными бронелистами. Вот эти панели, они бронированные. Там находятся внутри бронированные пластины, которые будут защищать на случай обстрела. Просто у нас школа очень старая и стены, вы видите, у нас метровые стены. И поэтому на случай обстрела мы размещаем детей или же в здании под окнами, или у нас есть еще такой коридор глухой, без окон. Если стреляют, то я не ходю в школу. А если не стреляют, то я походю в школу. Тут учатся всего 36 детей. Во многих классах по два, а то и по одному ученику. Многие учителя сами, не намного старше школьников, пришли работать сразу после университета. Я фронтовой учитель, я начала работать только когда началась война. Поэтому как работать при нормальных условиях, в принципе, я никогда в школе не работала. Здесь отличаются не только условия, но и предметы. Кроме всех привычных, геометрии, биологии, преподают детям и уроки, продиктованные войной. Технику выживания. Например, как спрятаться от обстрела. Они у нас знают, как себя вести во время обстрелов, что делать, как себя вести, если начался обстрел и, не дай бог, на улице тебя захватил. В этом году по поселку стреляют меньше, да и то в основном по окраинам. А это с детской непосредственностью, говорят школьники, нормально, учиться можно. Автобус наш, конечно, разбытый был до основания. Осталось одно заднее правое стекло. Ну, восстановили, обещают дать новый. Мы и этим довольны. Школьный автобус – еще одна мера предосторожности. Тут, в Крымском, стараются, чтобы дети не ходили по улице сами. Да и водитель уникальный. В 59 Сергей ушел на фронт. До этого год боролся с военкоматами, чтобы взяли в армию. Там из-за возраста не хотели. Ну, в случае чего, автобус никуда не уезжает. Целый день, пока занятия не закончатся, я здесь. Разбитые дома, обстрелы, воронки в земле и снаряды во дворах и на улице. Жуткая военная картинка, которую большинство людей в мирной Украине видели разве что в кино. Тут это, хоть и страшная, но привычная повседневность. Да, это порядки вещи. Это далеко, сейчас может ближе. Сейчас будет ближе, кажется. Из Крымского. Руслан Смещук, Богдан Савруцкий, Игорь Щепет. Подробности недели – телеканал Интер.